Сварка металлов, работа на станках с числовым программным обеспечением. Обязательное направление на чемпионации рабочих профессий. Человеку, который отдаленно знаком со сваркой, кажется, что это искры, вырызги металла и больше ничего. На самом деле, хороший сварщик должен знать материалы ведения, основы физики и электричества, понимать процессы, протекающие в металле под воздействием давления и тепла. Сварка неповоротного стыка трубы, сосуды высокого давления и аргонно-дуговая сварка алюминия и нержавеющих старей. Все это должны уметь делать участники чемпионата. Критерии, много критериев. Это, во-первых, соблюдение техники безопасности, выполнение требований чертежа, производительность сварки, ну и, конечно, соответствие стандартам. И главный критерий у нас будет, это герметичность тех сосудов, которые будут свариваться. На сегодня сварка – основной способ соединения деталей при изготовлении металлоконструкций. Оглянитесь вокруг, современный мир полностью держится на металле. И пока человечество не придумало ничего взамен, профессия сварщика будет востребована. Все это прекрасно понимают участники состязаний. Привлекла она с высоким спросом на рынке труда, высокой заплаты, ну и интересная работа. Самая была для меня трудная вакуумная система, потому что стоит здесь 13 элементов и все швы по-другому, другие участки, такие сложные не были. Если сварщики по металлу соревнуются между собой с момента участия России в чемпионате WorldSkills, а это уже четвертый раз, то состязания по токарной работе станков ЧПУ проводятся впервые. Ребятам предстоит выполнить задание, сделать, изготовить деталь. Им предоставляется заготовка, вся оснастка, станок, инструмент. Они должны самостоятельно собрать весь инструмент, установить его на станок, установить заготовку и полностью изготовить деталь по чертежу, написав правильную программу. 30 минут на написание программы, потом налаживание станка и изготовление детали. На все про все участнику дается 3 часа. В итоге деталь должна быть максимально приближена к оригиналу. За каждый замер начисляются баллы, побеждает тот, кто наберет наибольшее количество. Деталь довольно сложная. Сложность изготовления в этом чертеже является определение некоторых квалитетов, справочником шероховатостей, некоторых параметров. В основном время уходит на это. За работой каждого участника наблюдают не только эксперты, члены жюри и преподаватели. В этом году в составе комиссии появился новый человек – тим-лидер. Его задача – следить за эмоциональным состоянием каждого конкурсанта. Ситуация, когда не выполняется какая-то работа, приводит у них, конечно, к стрессовым ситуациям. Вот моя работа – это сгладит эту стрессовую ситуацию, направит их, где можно подсказать, где-то успокоить, где-то похвалить. Поможет ли присутствие на площадке тим-лидера увеличить шансы на победу? Это мы узнаем совсем скоро. 4 декабря станут известны имена победителей – тех, кто представит Чувашию на следующем этапе. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.